И хотел бы представить наших сегодняшних спикеров. Это Андрей Казакевич, доктор политологии, директор Института политической сферы. Добрый день, Андрей. Добрый день. Это Валерий Карбалевич, кандидат исторических наук, политические обозревательства «Радио Свобода». Валерий, добрый день. Витаю всех. Витаю. И Роза Турарбекова, кандидат исторических наук, независимый эксперт. Роза, добрый день. Здравствуйте. Вместе со мной сегодняшнюю дискуссию самодерирует Вадим Можейко. Спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от ваших часовых поясов. Мы сегодня действительно собрались уже, я бы сказал, традиционно на экспертно-аналитический клуб в августе и сентябре, который включает в свое название «Новая Беларусь». И не без интереса наблюдаем за тем, как, с одной стороны, это выражение все еще остается актуальным, но, конечно, несколько меняет свой смысл. Если два года назад, собираясь здесь и говоря о Новой Беларуси, мы скорее ждали активных политических перемен в ближайшее время на фоне продолжающихся протестов, то сейчас «Новая Беларусь» – это, в общем, было название конференции, которую проводили противники Лукашенко в Вильнюсе. В общем, ситуация довольно-таки изменилась. И, конечно, мы сегодня затронем в дальнейших вопросах, как Антон и анонсировал саму конференцию. Но помимо конференции, все-таки это, конечно, хороший информационный повод, но не конференция единой. Для начала хотелось бы обсудить то, что случилось за эти два года, чего и кто из противников Лукашенко вообще за эти два года достиг, чего достигли все мы, как белорусское общество, потому что, мне кажется, в последнее время много говорили о том, чего не удалось достичь, о неоправданных ожиданиях, о проблемах, и все это так, и действительно много чего произошло. Но хотелось бы пытаться каким-то образом все-таки суммировать, чего удалось достичь, ну и, собственно, кому. Потому что актеры – это тоже важно, и понять, собственно, в том числе для того, чтобы легче подступиться к вопросу про конференцию, чтобы обсуждать уже дальше в том числе действия конкретных политиков, для того, чтобы понять, собственно, кто из них чего добился. И в таком случае я предлагаю, как обычно бывает, двигаться по списку участников по алфавиту, и каждого там будет, не знаю, условно, 5-7 минут высказать свои тесты по этому поводу, и дальше будем и в режиме дискуссии, и в режиме следующих вопросов. Ну, а все те, кто нас сейчас слушает, присоединился как участники сегодняшнего экспертно-аналитического клуба, я этого всех прошу, свои вопросы или накапливать, или можно написать в чат, и мы во второй части дискуссии обязательно продолжим это или в формате живого общения и включений, либо, если кто-то с оборудованием безопасности и любых других не хотел бы говорить сам, можете написать в чат, и мы тоже все это зачитаем и обсудим. Очевидно, что есть достижения в случае с демократическими силами, что они до сих пор удерживают международную повестку. Но никто не мог себе представить, что все еще будут принимать Светлану Тихановскую на высоком уровне в разных странах Европы, да, вот скажем, два года назад. Считалось, что, ну, полгода, год, если ничего не произойдет, как бы все, да. Но, тем не менее, это удерживается. Удерживается белорусская повестка и в средствах массовой информации иностранных, да, и даже, ну, как ни странно, во внутренней повестке очень часто. То есть, например, белорусские власти постоянно вынуждены как-то спорить с оппозицией. Но вот этого не было там до 2020 года, уже очень давно. Вот, может быть, с какого-то там середины двухтысячных. Даже смотришь там, вот, как мы видим, клуб редакторов, они там размещают логотипы экстремистских там изданий или материалов, вот, и говорят, что вот те неправы и объясняют, почему, да. То есть это тоже, в общем-то, удивительно, да. И, наверное, никто это еще не мог предсказать два года назад. Также возьмем эту конференцию. Вот, фактически, конференция, которая была, да, вот «Новая Беларусь», она, ну, фактически затмила все другие события. Там, патриотический форум делали в это время вообще, как бы, даже на государственных, прогосударственных, близких государствах. Каналов, вот информационная повестка, она была переполнена этим. Хотя, ну, казалось бы, да, два года прошло, все очень, как бы, все устали там, да, и так далее. Поэтому, конечно, это достижение, что до сих пор демократические силы, ну, и, прежде всего, в офисе Светланы Тихановской, могут удерживать к себе внимание и медиа внутренних, и иностранных медиа. Также, ну, не знаю, насколько, опять же, достижение это, но, по крайней мере, ну, да, наверное, достижение. Это то, что, ну, рейтинги альтернативных политиков, ну, прежде всего, Бабарыка, опять же, если верить, там, исследованиям Четом Хаус, прежде всего, да, некоторым другим, то он достается достаточно высокий. Да, ну, и также заметный рейтинг, там, фиксируется, там, для Светланы Тихановской, и для Латушкин. Вот, опять же, это ситуация такая, которую мы не имели до 2020 года, где все альтернативные политики, ну, были совсем, там, скажем, отбинуты на задний план. Мы видим, что гражданское общество тоже, ну, не смирилось, да, в значительной своей степени с тем, что произошло. Оно продолжает действовать и продолжает, ну, как бы, бороться за свои ценности, да. И то, что, в общем-то, не произошла деморализация и деморгализация всех этих активностей, ну, это можно считать очевидным достижением. Ну, так, то есть, кратко, конечно. Спасибо, спасибо, Виш, все-таки, все-таки бы сказали, какие-то хренастиши нашли уже неплохо. Ну, тем не менее, слушай, на самом деле, ответ, если бы сказал, что достижений нет, то уже ответ, но, если есть, то, конечно, нет. Ну, есть, почему нет? Ну, нет, ну, ведь просто, да, просто мне хотелось бы про это поговорить, потому что, действительно, ты точно хорошо сказал мой пейнт, правда, разницу достижений и просто чего случилось, ну, поэтому хотелось бы сфокусироваться на достижениях. Добрый, тогда, Валер, пытание тогда тое самое до вас. А чого, чого отрывался сягнуть, в общем-то, может, сгодное с Андреем, чим не сгодное, но какие ваши думки? Какие соправды достижения, что так можно назвать? Не забудьте себе микрофону кричать. Я бы несколько тысяч предложил. Первое. Впервые за долгие годы борьбы с режимом Лукашенко появился единый центр оппозиции. Это офис Светланы Тихановской. Старая оппозиция, существовавшая до 20-го года, фактически исчезла как политическая сила, либо растворилась в новой оппозиции, которая фактически переместилась в эмиграцию. Я согласен с Андреем, что можно говорить об успехах в международной политике. Действительно удалось удержать белорусскую повестку дня, тему Беларуси в этой международной повестке дня. Влияние оппозиции на Беларусь большей частью осуществляется опосредованно через воздействие на политику Запада относительно Беларуси. С разным успехом получается защита интересов диаспоры белорусской, что сегодня достаточно актуально. я согласен с тем, что вот этот опыт совместных действий и солидарности, который получен 20-го года, он никуда не делся, и в нужный момент он может снова заработать. Но здесь бы я обратил внимание вот на какую проблему. Дело в том, что в 20-м году в кампанию, в борьбу против Лукашенко объединились достаточно разнородные политические силы с разными взглядами, с разными ценностями, с разной политической ориентацией. Их объединило, скажем так, один тезис. «Кто угодно, только не он, он должен уйти». И что очень важно, как бы руководство оппозиции, офис Светланы Тихановской понимал эту ситуацию и очень долго воздерживался от каких-то очень четких и ясных политических позиций, от заявлений о таких позициях, и пытался уйти от геополитики, пытался уйти от ориентации геополитической. И всяческие, так сказать, ухищрения офиса Светланы Тихановской по вопросу «Чай Крым», по вопросу о том, что вот Путин как бы должен как бы по-другому посмотреть на ситуацию в Беларуси и поменять свою поддержку Лукашенко. Вот, но долго так оставаться не могло. Логика геополитического раскола так или иначе привела к тому, что миграции, руководству политической оппозиции пришлось делать выбор. Он был сделан еще в прошлом году, и мне думается, что главным, как бы, ну рубежом была встреча Светланы Тихановской с президентом Байденом. Вот, ну а война в Украине как бы окончательно расставила все точки и окончательно провела линию раскола. И оказалось, оказалось, что по вопросу об отношении к России среди противников Лукашенко, скажем так, нет единства. Оказалось, что какая-то часть противников Лукашенко является сторонниками Путина. И это в определенной мере сейчас раскололо протестный электорат, и власть Лукашенко пытается максимально на этом сыграть и максимально, как бы, получить на этом какие-то дивиденды. Вот. И тут мне кажется, что для оппонентов Лукашенко, для офиса Тихановской, сейчас самая главная проблема – попытаться вернуться в 2020 год и снова попытаться получить вот то большинство, которое объединило всех противников Лукашенко, найти тот вопрос, который снова объединит. Вот. И, как мне кажется, вот таким вопросом мог бы стать вопрос о войне. Если бы оппозиции удалось внедрить массовое сознание тезис, что Лукашенко – это война, ну, это могло бы вернуть ситуацию к 2020 году. Но пока я вижу, что сам Лукашенко пытается убедить значительную часть белорусов, что именно он гарант мира, что именно он гарант неучастия Белоруссии в войне. И в определенной мере это ему удалось. Мне кажется, что вот именно этот вопрос сегодня является очень важным в плане идеологического противостояния. Ну, а если говорить в целом о ситуации в демократических силах, то, безусловно, мы можем констатировать, что сейчас оппозиция оказалась в состоянии кризиса, разногласия, которые были накануне Вильнюсской конференции. Вот. И это, естественно, поскольку действительно два года, а больших успехов нет, это, естественно, рождает кризис и рождает, скажем так, какие-то новые концепты, которые, мне кажется, не совсем удачные. Но я имею, прежде всего, концепт о силовом разрешении белорусского кризиса, силовом решении этого конфликта и как бы силовым способом свержения, смещения, изменения в Беларуси. Мне эта идея, честно говоря, кажется достаточно сомнительной. Вторая минута, слава. Спасибо. Да, да, спасибо. Спасибо, Валерий. Ну что ж, да, действительно, это не то, что расколы или не расколы, но в любом случае противоречия действительно есть. И, очевидно, да, получается вопрос достижений, ключевой, в том числе для волнительной динамики и для того, о чем мы поговорим дальше. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению непосредственно конференции, как что-то удалось или не удалось, тогда хотел обратиться к Розе по поводу достижений. Что и у кого таковыми за эти два года можно признать вашу страту? Ну да, действительно, а что считать достижениями? Это большой вопрос. Но, наверное, я не буду оригинальной, в определенном смысле буду повторяться и повторять те мысли, которые высказывал Андрей и Валерий. Во-первых, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что масштаб протестного движения 2020 года является беспрецедентным, поэтому любое сравнение с предыдущими протестами, мне кажется, какое-то, в общем, бессмысленное занятие. Это, ну, мне так кажется. Поэтому если сравнивать с предыдущими протестами, то, в общем, отсюда и достижения, наверное, да, массовость, масштабность, в том числе и массовые выезды, то, что белорусы были несогласны, и отсюда масштабные репрессии. И репрессии, с одной стороны, подавляют этот протест, с другой стороны, все равно ставят общество в это положение, я бы сказала, такое несогласие. И под репрессиями подразумеваются не только аресты, не только суды, но и массовые увольнения. Государственный сектор очень сильно сейчас страдает, причем буквально секторально, то есть мы с вами видим, да, как поступают в отношении врачей, идут увольнения по спискам. Все это рождает, продолжает поддерживать вот эту вот проблему внутреннего напряжения в обществе, который не снимается, и властями, самое главное, не снимается, они не видят, скажем так, конца вот этой своей политики, потому что, и вот тут могут даваться разные ответы, но, насколько я понимаю, остановки уже не будет. И за два года можно было и не раз остановиться и попробовать ситуацию каким-то образом, ну, я бы сказала, поставить точку, урегулировать каким-то образом, остановиться хотя бы в одних секторах, я имею в виду, хотя бы перестать увольнять массово людей, хотя бы перестать там преследовать определенные гражданские организации, или, например, профсоюзное движение, которое на самом деле не являлось ключевым актором в протестном движении. Это, кстати, показало ситуацию с организацией забастовки. Но, я бы сказала так, закусив у дела, Лукашенко и его команда продолжают заниматься тем, чем занимаются, я имею в виду, репрессии, и тем самым социальная напряженность внутри общества продолжает оставаться на том же уровне, тот же высокий градус, только он, скажем так, находится под такой крышкой, котел накрыт этой тяжелой крышкой, под которой вот происходит это кипение. Дальнейшее, это, на мой взгляд. Что касается достижений демократических сил, ну, во-первых, то, что они не смирились и продолжают, во-вторых, то, о чем говорил и Андрей, и Валерий, что продолжают контактировать на самом высоком уровне, повестка остается достаточно активной, хотя, конечно, она значительно снизилась, я имею в виду, публикации по поводу белорусских протестов и репрессий. Оно в основном, как правило, завязано на, собственно, то, что делает Лукашенко, то есть это посадка самолета, миграционный кризис, участие в войне и интеграция с Россией, или там так называемая интеграция с Россией. Вот, репрессии вспоминаются, но, к сожалению, в меньшей степени, как мне кажется, и то, что я, можно посмотреть на примере тех публикаций, которые вышли, посвященные, да, второй годовщине 9 августа, ну, это видно, это в основном немецкие средства массовой информации, польские, и, пожалуй, все. Вот, но я не занималась сравнением медиа, вот интересно было бы сравнить, как отмещали годовщину год тому назад, да, я имею в виду с точки зрения западных средств массовой информации, кто конкретно, да, или какие конкретно СМИ публиковали, делались публикации. Это второй момент, третий момент, ну, мне кажется, вот мы сейчас, наверное, и будем переходить, Вадим, к этой новой конференции. Несмотря на кризис, естественно, естественный, да, в том смысле, что в отсутствии видимых, значимых успехов, да, с точки зрения, там, повестки, там, освобождение политзаключенных, там, прекращение, да, репрессий и начало ведения переговоров, и движение в сторону свободных выборов, то есть транзита власти, все эти цели поставлены, они никоим образом движений нет, не достигнуты. Естественно, что в таких условиях демократические силы погружаются, да, то, что начинают выяснять, кто сделал меньше или кто сделал больше, но, так скажем, не получил заслуженный какой-то-то там бонус, вот, и выход из этого кризиса, как это ни странно, он намечается, в общем и целом, если опять сравнивать с тем, что было до 2020 года, такого рода кризис, они, как правило, заканчивались как раз именно расколом и, в общем, сменой повестки. Ну, мне, пожалуйста. Да, Роза, спасибо. Роза, давайте, Роза, да, спасибо большое. Давайте тогда продолжим с вами, раз вы уже затронули тему конференции «Новая Беларусь». Давайте тогда перейдем ко второму вопросу. В общем, что показала конференция «Новая Беларусь» и какой будет конфигурация белорусской политической альтернативы в ближайшее время? Роза, давайте начнем с вас тогда. Неожиданно. Я уже думала, что у меня будет время подготовиться. Но, собственно, я отвечала уже на этот вопрос, говорила об этом, что, как на мой взгляд, поставлены три задачи. То есть это я так сформулировала эти три задачи, это не сформулированные задачи данной конференции. Первое – это создание вот этой площадки, где бы, в общем, в процессе дискуссии между оппонентами внутри демократических сил, ну, они бы получили возможность, да, нормального цивилизованного разговора, диалога. Эта задача выполнена. В общем и целом площадка была, разговор состоялся. Вот. Вторая задача – это, собственно, создание новой структуры объединенного вот этого кабинета на полгода. То есть это то, к чему, в общем, они шли, они вроде об этом говорили, но явно были какие-то внутренние несогласия. Но, наконец, они пришли к этому, они вот представили этот кабинет как решение, одно из решений вот этого кризиса, о котором говорил Валерий. Ну, и третья задача, о которой я говорила, писала, отмечала у себя – это преодоление разногласий с основными оппонентами, с Светланой Тихановской, я имею в виду форум демократических сил и Вероникой Цыпкало, и Валерием Цыпкало. Вот этого не произошло. Отсюда можно и говорить о том, что вполне возможно в дальнейшем вот такая конфигурация, если не двух центров, то двух, я не знаю, как сказать, вот таких структур. Возможно, что между ними будет конкуренция. Пока признаков о том, что они, хотят договориться, нет, ну, кто знает, что будет в будущем. Вот пока все, что я могу сказать. Ну, о более подробном, наверное, можно чуть позже сказать, какие еще есть моменты. Спасибо большое, Роза. Давайте тогда Валерий Карабалевичу слово. Валерий, пожалуйста, вот тот же вопрос вам, что показала конференция «Новая Беларусь» и какой будет конфигурация белорусской политальтернативы? Я тоже хотел бы структурировать задачи, которые решала эта конференция. Ну, во-первых, это была конференция «Диаспор». Что необходимо подчеркнуть? Основные ее участники – это были люди, живущие за пределами Беларуси. Но это не значит, что она представляла интересы только диаспоры. Но, во всяком случае, состав участников был вот такой, и это оказало влияние на, скажем, ее… Ну, не то что решение, на ее ход, на ее эмоции. Каковы итоги и какие задачи конференция решила? Ну, во-первых, она в определенной мере удовлетворила спрос оппозиционной републики на перемены. Ну вот, создание новой структуры, объединенной переходной кабинетом, стало вот как бы удовлетворением этого запроса. Второй момент. Конференция частично удовлетворила запрос на объединение, на преодоление конфликта. Раздоры и скандалы вызывают негативную реакцию среди оппозиционного электората, особенно внутри Беларуси. И понятно, что вообще ставить задачу преодолеть конфликты – это вообще нереально. Живая политическая жизнь без конфликтов не бывает. Задача, мне кажется, должна стоять, чтобы создать механизм, легальный механизм легитимного разрешения этих конфликтов. И вот мне видится, что таким механизмом и стал объединенный переходный кабинет. Он попытался интегрировать вокруг Тихановской какую-то часть, ну, скажем так, мягких оппонентов. Ну, и в определенной мере разделение ответственности. Ну, вот включение кабинета Павла Латушка в качестве заместителя Тихановска в этом смысле, мне кажется, важным шагом было. То, что полного объединения до ПСИЧ не удалось, мне тоже кажется вполне естественным, и вряд ли можно было рассчитывать на то, что будет достигнуто полное преодоление этих разногласий. Но у Тихановской есть то, что чего нет у других центров, и поэтому я не думаю, что будет конкуренция между офисом Тихановской и офисом Цепкала. Все же таки внутренняя и международная легитимность Тихановской пока не подвергается сомнению. И поэтому все, кто не входит в эту команду, они объективно оказываются вне оппозиционного маэстрии. Хочу обратить внимание, что Светлана Тихановская сама возглавила кабинет. Именно она назначает членом его. То есть она остается главной фигурой оппозиции с большими полномочиями. Ну и, наконец, следующий запрос, который решила конференция, это запрос на, скажем так, на радикальное настроение, запрос на силовое решение белорусского конфликта, о чем я уже говорил. Это отражает представление политизированной части оппозиционного электората. Ну и вот как бы ответом на этот запрос стало появление в кабинете двух силовиков и, прежде всего, набравшего популярность Валерия Сахарщика. Вот. Ну, я еще раз хочу повторить, что как бы меня, например, это абсолютно не радует. Ну вот, пока все, наверное... Спасибо большое, Валерий Иванович. И тогда слово Андрею Казакевичу про то же итоги конференции. Да, тут по многим, во многих тезисах соглашусь с Валерием. Ну, только может, это ощутить эту позицию. Ну, во-первых, да, очевидно, что все равно центр получается оппозиционный один, и он не оспаривается. Были попытки, была какая-то игра, но это в лучшем случае выглядит как какой-то откол. То есть не раскол, а откол от демократического движения. Или там, скажем, как заняться какой-то такой относительно автономной позицией. Конечно, противоречий много. Что-то было видно на конференции во время выступления, что-то очень хорошо чувствовалось там в колуарах. Но все равно, в общем-то, как-то большинство понимает, что единство – это единственная такая стратегия, которая может сработать. Это важный для белорусской аудитории, важный для внешней аудитории. Да, есть попытки создать какую-то альтернативу, что, в общем-то, как-то нормально. Уфит в то, что никто никому ничего не должен. И расхождения есть там и тактические, и стратегические. Но пока, наверное, сложно говорить о том, что здесь вот этот какой-то прям альтернативный центр сопоставимый, он как-то выстраивается. Да, очень много было сказано по поводу силового блока, что этот вопрос очень сильно акцентировался. Но, может быть, он не то, что там даже и акцентировался, сколько просто привлек большое количество внимания. Наверное, если бы вот как-то по-другому бы кабинет был представлен, то его, может быть, гораздо меньше заметили. А тут была какая-то интрига, был какой-то триггер такой, который привлек огромное внимание к этому и противников, и сторонников оппозиции. Поэтому я бы пока не преувеличивал значение этого фактора, вот кроме информационного резонанса, потому что мы не знаем, как будет все это выглядеть в динамике. Ну, заявления сделаны, но не какие-то стратегические решения были приняты, что именно на это делается ставка, на силовое решение. Плюс надо, конечно, ждать, какая будет конкретизация силового, что это имеется в виду. Это просто какой-то запасной вариант, типа план «Б», если вдруг там что-то не получится, или просто как фактор сдерживания для той стороны в каких-то критических ситуациях. Либо это все-таки то, что иногда говорят, что неподготовка каких-то групп для вторжения и прочее-прочее. Причем, мне кажется, что третий вариант вообще нереалистичный, его серьезно нельзя обсуждать. Так что так или иначе все будет как-то в первых двух вариантах развиваться. Ну и, конечно, очень много будет зависеть от того, каким образом произойдет расширение кабинета. Оно было анонсировано, то есть будут новые позиции, будут новые люди, и, возможно, они как-то сбалансируют вот эту вот проблему. Ну или как проблему, ну, скажем, профиль этого кабинета, который был озвучен. Поэтому у меня нет ощущения, что… Ну или, скажем так, я не могу сделать вывод, что в данный момент у объединенных демократических сил есть четкая позиция по поводу механизмов смены власти. То есть силовой, не силовой, там мирный протест, не мирный протест. Мне кажется, что как раз-таки создание кабинета начало дискуссию уже на политическом уровне, вот с участием всех основных субъектов, дискуссию по этому вопросу. Ну а чем закончится дискуссия? Ну посмотрим, наверное, где-то в ближайшие месяцы уже позиция по этим ключевым вопросам будет более понятной. Да, что еще про конференцию? Я, может быть, еще напомнил то, что было сказано мной в первой части, что неожиданная конференция стала таким, ну, прям, ньюсмейкером и в негосударственных медиа, и в государственных медиа, и в различных пабликах, и в различных частных комментах. То есть это просто стало действительно политическим событием. Чего тоже, наверное, не все ждали, по крайней мере. Это, наверное, единственное такое политическое событие с начала года именно внутриполитическое. Ну, внутриполитическое, в смысле, по повестке в основном. Вот. Ну и власть тоже очень много обращала на это внимание, опять же, не могла это игнорировать, затмевая все другие новости, что, конечно, говорит о том, что оппозиционные силы, значит, могут в определенных ситуациях привлекать к себе очень большое внимание. Это значит, что их все-таки воспринимают как каких-то акторов, каких-то людей, которые, ну, хоть в какой-то степени могут влиять на ситуацию. Что еще? Ну, наверное, вот все, что касается основных моментов. Спасибо, спасибо, Андрей. Это представительство, которое прямо в какой-то напряженной ситуации, а прямо заступит от белорусов и, вероятнее всего, ну, хотя бы в этом небольшом поле, но вообще-то вероятнее всего добьется. Конечно, пока решения не приняты, но судя по тому, как развивается динамика, такое еще и решение. Это мое первое впечатление, кажется, сбывается. Так что, да, действительно, ощущение акторов некоторое остается. Да, на самом деле есть какие-то механизмы влияния на политические решения в таких вот отдельных темах, но темах достаточно важных. Причем важных, я подчеркнул, не только для тех, кто за пределами, но и тех, кто в стране, да, потому что в стране там люди тоже хотят получать визы, ездить в Европейский Союз, в том числе и туристические. И это, в общем-то, да, отстаивание их интересов получается. Практическое, в общем. Ну да, в общем-то, да, я думаю, как раз для тех, кто в Беларуси, женские визы в чем-то и важнее, потому что выходшие думают, окей, если не виза, то что, а для тех, кто в Беларуси, то часто, если не виза, то, в общем-то, ничего, если здесь, в Беларуси. Итак, прямо скажем, все это заструднено. Ну ладно, мы сегодня не про визы, а действительно у нас последний вопрос перед дискуссией. Это, собственно, про кабинет. Разве я тут начал делиться своими впечатлениями? Вот тоже, при том, что довольно было, в общем, понятно, что конференция будет завершаться как раз формированием кабинета. И не то, чтобы там прозвучали какие-то, ну, супер, что-то такие оригинальные имена. Да, Сахачик, хоть и стал для многих в новинку, но, в общем, как бы тоже уже черчили на него там намеки много раз звучали. Но, тем не менее, это вызвало какое-то, как минимум, воодушевление. Вот, например, о того, о чем вы уже говорили, что какой-то запрос, он находит какие-то перемены, находит какие-то события. Это хотя бы выглядело как что-то новое. И сейчас, мне кажется, на кабинет очень много есть таких ожиданий, которые, может быть, связаны не столько с тем, что, собственно, он себя представляет, сколько тем, чего люди устали, чего ждут. Вот ждут словового варианта, но он сразу обращает внимание на то, что, да, двое из четверых, кто сейчас есть в кабинете, словики, хотя точно так же обращали внимание, что двое из четверых, и у них имя Валерий, но не то, что это что-то значит. В конце концов, как бы будут же кабинеты доформироваться, об этом прямо говорили. И тоже, кстати, характерный момент, что, насколько я понимаю, насколько звучало просто там в кулуарах и около кулуарах, что, в общем, может быть, и хотели бы больше людей получить в кабинете, но найти тех, кого компетентных и в то же время готовых во все это вписаться, не то, чтобы это было легко. Поэтому, исходя из всего этого, давайте подумаем, а чего вообще лично вы ждете и чего можно ждать от этого переходного кабинета? Каким он будет? Удастся ли кого-то туда добрать? И какие это могут быть люди? Как, собственно, там пропишут как-то полномочия, потому что пока это, в общем, не очень понятно, кто конкретно чем будет заниматься и чем их деятельность в кабинете будет отличаться от того, что мы делали до этого, и будет ли, собственно, или это будут просто громкие должности. Поэтому давайте обсудим, чего, в принципе, вы ждете от этого кабинета. Ну, давайте снова в таком обратном порядке, раз уж здесь пошли, давайте снова вернемся к Розе. Какие ожидания от кабинета? Снова не даем Розе подумать. Я стараюсь, как это, не завышать ожидания, чтобы потом не давать чрезмерно негативных оценок и быть... Очень не предусмотрительно с вашей стороны. Вот, но, тем не менее, значит, я хотела бы напомнить, что действительно нет еще по меньшей мере трех назначений. Из тех, что заявлено Светланой Тихановской, это представитель кабинета по социальной политике, представитель по экономике и финансам, и третье по национальному возрождению, что, кстати говоря, очень интригующе звучит, да, я про национальное возрождение имею в виду. Вот, и еще у меня ожидания, кстати говоря, по поводу назначений. Тоже Светлана Тихановская в той самой своей речи, которая представляла, да, кабинет, говорила о том, что она услышала критику фемгруппы, и речь идет о возможном, ну, как бы, выравнивании, в том числе, с точки зрения гендерной, этого кабинета. Кстати говоря, Валерий, к вопросу о том, что, может быть, все-таки этот ответ будет на то, что не совсем это будет, там, как там, военный кабинет, да, или силовой кабинет. Вот, ну и то, о чем вы говорите, Вадим, имеется в виду должностные обязанности. Вообще-то, в принципе, мы ожидаем, да, и опять-таки из речи Светланы Тихановской, что каждый из них должен был опубликовать свои должностные обязанности, и, может быть, у нас есть такая возможность напомнить уважаемым представителям кабинета. Прошла уже неделя, а их должностных обязанностей мы до сих пор не видим. По-моему, мне кажется, что уже пора нам ознакомиться. Что нам анализировать тогда в таком случае? Вот, и что, каковы мои ожидания? Ну, честно говоря, я ожидаю, вот в хорошем смысле этого слова, хотелось бы ожидать. Объединение ресурсов, которые у них имеются, а, видимо, ресурсов, конечно, там, кто-то может сказать, что их недостаточно, кто-то может сказать, что их вполне достаточно, потому что по сравнению с тем, что было до 2020 года, конечно, возможности влиять значительно выше, там, в том числе и у Светланы Тихановской по решению, там, вот как вы говорили, да, по визовым вопросам, не только по визовым вопросам, кстати говоря, вообще, в принципе, положение белорусов за пределами страны, решение их проблем и, скажем так, сталкиваю с тем, что сталкиваются белорусы, с дискриминацией, которая уже принимается на уровне законодательств и на уровне практик. Вот, я рассчитываю на то, что, например, Ковалевский, возможно, будет такого рода вещами заниматься, может быть, не только он. Мы с вами видели отчасти его функции как представителя офиса Светланы Тихановской в Украине. Это одно из самых таких и проблемных, и в то же время стратегически важных направлений для Белоруссии, белорусов и, в целом, для всех, кто может иметь хоть какое-то отношение к Украине. И не только по Украине, но, например, по положению белорусской диаспоры в Грузии и в странах Балтии, где, в общем и целом, ситуация может ухудшаться, я имею в виду, с точки зрения принятия новых норм в отношении белорусов. Там не только о визах речи, возможности работать, о студентах, о возможности продолжать учебу и так далее, и там подобное. То есть, ну, собственно, вот такие мои ожидания. Что касается других представителей, мне сложно сказать, какие могут быть у меня там по отношению к ним ожидания. Я еще, честно сказать, не придумала. Но у меня есть ожидания, например, в отношении представителя по национальному возрождению. И очень слабо звучала тема образования. Как раз именно представители сферы образования в значительной степени были эмигрированы, эмигрировали, это имеется в виду, бежавшие там по политическим мотивам и студенты, и представители академии. Да, вот, вообще не звучало. Исчерпывающего ответа. И среди назначений... ...образование. Хотя в офисе, например, есть представитель по образованию, имеется в виду. Татьяна, ...приемственности. И еще один вопрос. И последний вопрос. ...краничиваться тогда функции и полномочия между, собственно, офисом Светланы Тихановской и кабинетом. Ну, пожалуй, все. Росток, а может, тогда уточнить, что есть некоторые ожидания по национальному возрождению, по соцполитике. Кстати, может, тоже и озвучим, потому что от того, что люди не назначены, это, в общем, не повод чего-то от этих... ...в том, какие-то будут красивые люди по имени Валерия... ...по содержанию. Так же деятельность... ...это... ...каким... ...больше русского языка использовать? Или... ...вы это... Ну, я бы... Я вижу это в первую очередь культура, культурные проекты, привлечение... ...популяризация белорусской культуры. Но мне кажется, здесь гораздо важнее сохранение, укрепление и развитие национальной идентичности, белорусской национальной идентичности как внутри страны, так и за пределами. И здесь вот образовательные проекты как раз могли бы играть очень такую серьезную, стратегически важную роль, в первую очередь направленных на детей и на молодежь. Но не только дети и молодежь, я тоже хотела бы, ну, как бы быть объектом такого проекта. Но здесь это вот это очень важный момент. И насколько я знаю, такого рода проекты уже существуют. Я надеюсь, что вот этот представитель, будущий, да, по национальному возрождению, он будет способствовать продвижению и усилению, я бы сказала, этого направления. Это первое. Второе, может быть, и социальной политики это тоже касается. Я, честно говоря, не знаю. Но я в данном случае, так как я являюсь представителем, да, преподавателей и вспоминаю свою, так скажем, вовлеченность в деятельность Свободного профсоюза работников БГУ, отсюда и мои вопросы были. Это не совсем экспертная, да, позиция. Это позиция уже активистская, я бы сказала так. Заинтересованная вот. И такие бывают. Особенно, когда мы говорим об изовых вопросах. Тут все мы не только эксперты, это еще немножко активисты. В сердце тоже вопрос волнит, но это неизбежно. Хорошо. Валерий тогда, пожалуйста, мы выяснили, что кабинет пока наполовину состоит из Валерия. Может быть, слово «Валерия» особенно важно по поводу кабинета. Ладно, шутка-шутками. Валерий Иванович, какие ваши ожидания? Да. Ожидание, конечно, это самое ключевое слово. Вот тут Андрей говорил, что был, скажем так, большой резонанс в этой конференции, и даже неожиданно большой. Я согласен с этим. И отсюда вытекает мысль, что чрезмерно завышенные ожидания у людей от того, что сформировав вот этот кабинет, мы получим на выходе какой-то очень серьезный результат. Вот я боюсь, что вот эти завышенные ожидания очень сильно не оправдаются. Потому что, ну, я тут вижу определенную, так сказать, игру, что ли, имитацию, полноценную политику. Вот объявлено, что этот переходный кабинет будет исполнительным органом, так, протоправительство, а будет еще координационный совет в роли протопарламента. И у нас будет президент в изгнании, правительство в изгнании, парламент в изгнании. Можно, конечно, дальше строить институты, конституционный суд в изгнании, юристов хватит, что еще, Верховный суд и так далее, и так далее. Но, ну, ну, и вот, какими механизмами можно вот эти хорошие идеи транслировать на внутреннюю жизнь Беларуси? Вот у меня тут серьезные сомнения. Вот Роза говорила, что надо бы вот так проблемы образования, проблемы национального возрождения. Я с трудом представляю, каким образом вот члены этого переходного кабинета все это смогут реализовать внутри Беларуси. То есть реальная их возможность этого переходного кабинета создавать какие-то программы, которые можно будет реализовать в будущей демократической Беларуси. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Какие-то законодательные акты, законопроекты, новую конституцию демократическую можно создавать. Все это правильно, но как это влияет на саму сегодняшнюю ситуацию в Беларуси? Вот как бы у меня серьезные сомнения. И я просто боюсь, чтобы вот эта игра в имитацию реальной политики не затянула наших, так сказать, политиков, и это не превратилось вот именно в игру, а не в реальное влияние на ситуацию внутри Беларуси. А именно ведь люди ожидают, что это как-то повлияет на на внутрополитические процессы. А вот как это реализовать, я с трудом представляю. Ну и вот в отношении того, насколько доминировали на конференции и вокруг конференции вот эти радикальные настроения. вот Андрей говорит, что не все так как бы однозначно, что это пока заявление, не более того. Но я просто был на конференции, я видел, какой резонанс имели вот эти, так сказать, радикальные заявления от Прокопьева, от Шигельского, от Азарова. И тут же на экране была реакция публики. И вот на эти радикальные высказывания были, просто зашкаливала поддержка. В то время, как скажем, на какие-то осторожные заявления Добровольского, там вообще минимальное внимание. И с каким энтузиазмом встретила публика, значит, сахарщика на конференции. Вот. Так что эти настроения как бы доминируют в оппозиционном, политизированном, оппозиционной-оппозиционной среде политической. и как вот эти настроения транслировать в реальную политику, каким образом это сделать, вот эти разговоры о создании какой-то армии белорусской за границей, ну, как-то меня не смущает, честно говоря. По многим причинам, я уж не говорю, что это может просто оттолкнуть от оппозиции значительную часть чувствующей публики внутри Беларуси. Вот, потому что народ боится гражданской войны. И это реально, это нормально, нормальный инстинкт выживания. И вот акцент на силовой сценарий, он меня смущает. Спасибо. Да, спасибо, Валерий Иванович. Действительно, я тут только со своей стороны не могу не отметить, что у меня в свое время, конечно, с одной стороны, была очень такая динамичная и интересная система слайда, которая позволяет публике транслировать свои высказывания, голосовать в прямом живом эфире любого мероприятия. В принципе, эта система тоже в разных вещах сейчас часто пользовалась, она действительно интересная. когда мы говорим о какой-то поддержке, я, например, знаю, как буквально за минуту можно очень легко накрутить несколько десятков лайков любому высказыванию слайда, это довольно легко делается, поэтому, да, я боюсь, что многие люди, которые тоже могут это знать, в принципе, не так сложно ее манипулировать и выводить какие-то высказывания в топ, какие-то, наоборот, вниз, и будет казаться, что они более популярны. Так, я вижу, Роза поделит руку, хочется на сейчас отреагировать или еще Андрею дадим слово. я хотела просто реплику Валерию по поводу образования, я понимаю ваш скепсис по этому поводу, но я хотела бы сказать, что, в общем, на конференции по образованию там рассматривались проекты, действующие и запускающиеся я, так скажем, разного, да, уровня действия, и эти проекты, они предусматривали в том числе, как сейчас принято говорить, связь с землей, под землей подразумевается как раз именно общество, да, внутри Беларуси, а часть проектов, она уже напрямую, скажем, связана с теми, кто и подключаются. В таких проектах, например, я, ну, просто меня приглашали спикером, и я имела возможность выступать перед людьми, которые находятся внутри, там, скажем, было немало, это там платформа гражданского образования, вот, и сейчас открываются школы, онлайн-школы для белорусских деток, для того, чтобы они поддерживали язык, историю и так далее, вот, и в целом сейчас возможностей много, поэтому мне кажется, что скепсис, он, конечно, оправдан, но прям совсем, чтобы голое поле так такого, в общем и целом, уже благодаря, технологиям и можно избежать, поэтому, ну, скромно, но этим можно заниматься, и сейчас этим занимаются, сейчас очень много идей и инициатив на эту тему. Спасибо. Спасибо. Так, Юрий, видим вашу руку, давай тогда сейчас и другие руки тоже видим, давай сейчас сперва дадим все-таки слово Андрею по поводу кабинета. Андрей, какие, какие твои ожидания, и потом уже будем переходить к дискуссии и к вопросам? Ой, ну, я бы не про ожидания, скорее, а про, так скажем, рассуждения про то, какие возможны сценарии развития этой инициативы, и тут, наверное, две основные такие, ну, если так грубыми мазками говорить. Первое, это вот уйти в такую большую политику, имеется в виду там громкие заявления, какие-то планы, там, обращения, вот это все, да, там, про изменение всей страны, там, про изменение режима и так далее. Ну, конечно, это имеет свою какую-то рациональность, да, но, опять же, тут есть опасность просто уйти вот в такое в мир слов прежде всего, да, и второе, и что, мне кажется, было бы более рациональным, конечно, нужно очень много моментов, не знаю, там, усилий передавать тому, чтобы находить какой-то функционал, реальный функционал, который может влиять на ситуацию в Беларуси прямо или косвенно. Вот, например, тут был уже вопрос образования стоял, да, то я вот, например, напомню, что тысячи студентов учатся за границей, то есть там, наверное, тысяч пять будет, ну, может, больше там, и это не те люди, которые останутся все в странах, где учатся, многие будут возвращаться, да, и это, в принципе, все конкретные работы, ну, там у них есть проблемы, у них есть запросы, с ними можно работать в плане, там, какой-то организации, саморганизации, ну, это достаточно много, есть преподаватели, которых тоже достаточно много, да, я еще бы вспомнил, что программы образовательные, особенно, что касается стажировок, обучения, там, и так далее, это была значительная часть европейских денег, которые шли на Беларусь, это было самое распространенное средство, ну, направление, куда эти деньги уходили, вот, то есть это были, если там брать, наверное, за 20 лет, это будут сотни миллионов, да, ну, понятно, что они там считают по-разному, но, тем не менее, если, например, вот такой вот кабинет будет как-то встраиваться вот в этот decision making в европейском уровне, что касательно таких программ, то это очень конкретный механизм влияния на то, что происходит с образованием в Беларуси, с образованием, не вот этими зданиями, которые есть там университеты в Беларуси, а именно образованием, содержанием, влияние на тех людей, которые будут получать. Ну и, конечно, вот то, что Роза сказала, вот дистанционное образование, то есть потенциал тут, ну, большой, тем более, что даже в Беларуси многие вузы уже давно преподают онлайн, особенно это было там, в пандемию, и здесь, опять же, это прямое влияние на то, что там в Беларуси происходит. Вот про визы мы уже говорили, есть функционал, да, там даже про силовой блок, опять, вот, если взять, опять же, как пример это вот, рассуждать, конечно, можно много говорить там про какую-то армию, там, ну, самостоятельную, да, но можно сконцентрироваться на других вещах, например, там, гибкий безопасность для тех, кто в Беларуси и запределы Беларуси, просто заработка каких-то программ, рекомендаций, популяризация, обучение, там, да, и прочее, прочее, тоже вопрос безопасности, в конце концов, да, это большое поле деятельности, кто-то, есть организации, которые в нем работают, но в любом случае, там еще хватает того, чтобы с этим как-то работать, есть информационное поле, здесь тоже очень много есть проблем, нужно как-то работать на то, чтобы поддерживать независимые средства массовой информации, там, блогеров, там, да, и прочее, 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 это тоже как бы большой функционал, который непосредственно может влиять на то, что будет происходить в Беларуси, есть, там, вопрос тех же самых санкций, ну, я, ну, не хочу тут говорить, там, хорошо это санкции, плохо, или какие санкции, хорошо, какие плохо, да, но, опять же, подход может быть такой, что вот такой орган может заниматься отслеживанием ситуации, сбором какой-то информации, да, которая может показывать, там, обходят санкции, не обходят, да, чтобы это, опять же, ну, это тоже может быть, механизмом влияния на ситуацию, ну, и так далее, то есть, наверное, в каждом направлении, да, культура, в конце концов, там, и поддержка изданий книг, или там, не знаю, каких-то культурных инициатив, концертов, в конце концов, за пределами Беларуси, куда могли приезжать, в том числе, эти люди, которые внутри страны, да, ну, то есть, по большому счету, в каждом вот направлении можно найти достаточно большое количество функционала, да, с которым нужно работать, куда надо включаться, на которые нужно искать ресурсы, на которые нужно лоббировать, интерес, которым нужно лоббировать, там, скажем, на европейском, либо на американском уровне, может быть, как-то даже включаться в процесс принятия решения, но вряд ли напрямую, хотя бы как дарация, какие-то консультации и прочее. На самом деле тут есть много практического функционала. Ну и, конечно, если кабинет пойдет в направлении этого, то есть разработки этого функционала, этих механизмов, то это даст ему определенные механизмы влияния на ситуацию. Причем очень конкретно, очень реальные, связанные с переспределением каких-то компетенций, ресурсов, влияние на общественное мнение и прочее. Поэтому здесь, мне кажется, конечно, это будет непросто, но здесь очень большие перспективы открываются, причем до этого неизвестные для русского демократического движения. Ну, все, наверное. Да, Андрей, спасибо большое. И давайте тогда у нас заявленные вопросы были спикерами обслужены. Давайте так перейдем к дискуссии. И вот я вижу у нас рука от Юрия Дракохустра. Юрий, пожалуйста, включайтесь. Здравствуйте. Спасибо вам за интересные выступы. Я, фритерально, пару слов хочу сказать. Я свой, так бы, умовить, сумный прогноз сформулюю в такой, может быть, как раз становучи оптимистичной формы. Ну, вот вы задавали, чаго вы бы чекали от кабинета, я бы чекал, как яны захавали Хайн Вонкова, то и одинство к один-одному, который они демонстровали на конференции. И далее, и про месяц, и про два, и про три, и про больше. Мне кажется, что это уже вельми шмат. Потому что, ну, у меня вот эта ситуация выкликая растороги и с причиной певных сюжетов самой этой конференции. Да, конечно, такая целостная актура и критика «Спардар Юры, пробавиште, калиласка, давайте поспробуем, давайте поспробуем, вы можете выключить виду, потому что Вадим мне пишет и у нас нажаль вельми лохая трансляция. Поспробуйте, калиласка, без виду, мы уже позже лепей». Да, зараз кирш. Зараз слеп, что только мы вас зараз не отшуем, бо нибы вы недалеко от микрофона здесь, что такое, уже у вас микрофон заменился. А вот зараз добро, давайте поспробуем так. Доброе, я поспробую коротко. То есть я боюсь, разумеется, что этот кабинет, ну, он просто взорвется от внутренних суперечностей. Я неуполнен, скажем, претензии Латушки будут належны и ступени у им задоволены. Звеншого боку амбиции Латушки боюсь, что выйдут суперечности с которыми чольцами команды Становской, которые в кабинет не вошли. На мой погляд, вот этот сюжет с, так бы мовить, реверансом публичным сахасчика на адрес Пазняка, який перед гэтым казаў, что Цихановскую треба посадзіць в Турму, но я не выключаю, что это бомба запаволена гадзеяне. Размова не тольки про Пазняка, амбиции Прокопьева не были задаволенны, амбиции Щекельского не были задаволенны, и выключаю, что выник, як я уже сказал, будзе, что все скандалы, дрязги и все иншое, что мы бачили на протягу опошніх месяцах, будут внутри. И это будут чуть и замежные партнеры, это будет чуть беларусская пропаганда, которая будет раздувать, и будет русский народ глядеть, думать, боже, так был некий офис, так сказать, на вершине, и его критиковали, а так будут критиковать внутри. Мне здается, что хотя бы этого не будет, это уже будет великое завоёво, але я боюсь, что элементы этого быть могут. И ну вот и про этой полезно сказали, но мы бачили, як целый шерах темов искрили, кали латушка казал, это повинен быть урат выгнанне, Тихановская прямым текстом казала, я супрайт урат выгнанне, и вреште это стало кабинетом. Но я думаю, что то самое, кали там Копьев казал, что всё, на баррикады, за сброю, створайте армию, Андерсы и так далее, а и Добровольский, и Вечерка казали, что хлопцы, слухайте, давайте мы тут без размахивания сброю, то есть два человека, которые представляли Тихановскую, и я не выключаю, что вот эти все напружения, и идейные, и особистые, они будут разбурать гэты кабинет. Дзякуй. Дзякуй, великий подарок Юры. Я бы хотел запытаться гостей, які сядут у нас тут у студии в Варшаве, тиможа вы хочете что-нибудь додать, альбо кали что преднамляйте нам у нас так самое, как нашим из вас подлучшить. Антон, давай можешь тогда дзякуй, великий я еще башу пока из Баршавикова не вижу. Если пока нет вопросов, давайте обсудим это действительно возможностью какого-то внутреннего разрушения кабинета из-за этих амбиций. Я полностью согласен с Юрием, что действительно это очень важный момент, когда возникает запрос «давайте мы всех объединим», мне кажется, что люди, которые это предлагают, не учитывают фактор, что если ты объединишь сразу всех, которые очень разные, ты создашь очень сложную ситуацию для эффективной работы, это обычно бывает в жизни, но при этом у меня есть скепсис относительно того, насколько угрожающие могут быть амбиции того же Прокопьева или тем более Щегельского, может быть опять же, может быть Андрей потом посмотрит какое твое мнение, мне кажется, что иногда если у людей есть амбиции под это ресурсов, то в общем их амбиции мало могут навредить, ну у меня простите, может быть кто-то скажет, что молодой непонимающий, но простите, кто-то Щегельский, а в чем его амбиции, он, простите, что может сделать, за ним что, какая-то большая количество людей его сторонников, которые прям его поддерживают, сомбассируют работу офиса, или он там прямо, не знаю, из-за его критики все отвернутся, забудут про кабинет или что. Вадим, я выбачаюсь, кое-что он уже срабил. Я понимаю, на Увазе тот процесс, який зараз отбывается в Минске. Ну, так, вон, 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 так, или, как, ребят, ну, про Зенкович, ведут, и, ну, опять же, какие-то провокации, это уже такая отдельная тема для обсуждения, но просто мне кажется, что в одном смысле, ну, непонятно, насколько, насколько такие люди будут влиять, ну, опять же, тот же Прокопьев, ну, в конце концов, хотел Черчилля, но получил Черчилля, а если там воспринимать из всех слов Прокопьева, вспоминать не бывшего ресторатора и видеоблогера, а какую-то связь с полком Погоня, ну, в таком случае вообще должен, не знаю, просто слушаться сахарщиков, в конце концов, ты живой еды, их можно обойти иерархия, поэтому мне кажется, может быть, такие вещи, вот, скорее так, такого шло на люди вряд ли могут мешать, но я согласен, что риск, риск конфликтов, он, конечно, есть. Андрей, а ты что думаешь? Да, но я бы сказал, что конфликты и амбиции, на которые обращают прежде всего внимание, это только одна небольшая проблема, которая стоит перед кабинетом. Вторая проблема – это концентрация ресурсов, людских ресурсов, а для того, чтобы иметь сельские ресурсы, нужны какие-то и финансовые ресурсы, потому что, ну, вот тот функционал, который от него ожидается, та роль, которая от него ожидается, она требует того, чтобы, ну, один человек, который там возглавляет направление, имел еще целую команду людей, которые также на это на это работают. А это проблема и ресурсов в плане финансовых, да, как это поддерживать, где это искать, как сделать, чтобы это было, как бы, там, да, так и, ну, людских, то есть найти все-таки квалифицированных людей, и, скажем так, это тоже, как бы, проблема. Плюс, конечно, в идеале каждый человек, который занимается каким-то направлением, должен иметь видение в своей сфере, иметь какое-то, вот общее представление о том, как она должна, как с ней нужно коммуницировать, там, да, как с этими вопросами работать. Ну, боюсь, что это тоже будет далеко не простая задача, поэтому, вот, я бы даже сказал, что вот эти проблемы, скажем так, техническо-организационно-ресурсные, они могут быть гораздо более важными для успеха или неуспеха всего дела, чем личные амбиции. С этим, это как раз-таки, мне покажется, ну, не так сложно преодолеть, учитывая то, что все-таки есть достаточно большой опыт поиска каких-то компромиссов, консенсусов, если не среди всех демократических сил, то, по крайней мере, среди ключевых игроков. Спасибо, Андрей. Русса. Ну, позвольте мне добавить сюда, как сейчас принято говорить, осторожного оптимизма немножко. Во-первых, ну, мы должны как бы дать время, да, кабинету, который, кстати, до конца еще и не сформирован, чтобы вообще, в принципе, делать какие-то там, я не знаю, предположения или высказывать какие-то опасения. Вот, и я предлагаю, кстати говоря, Вадим, может быть, через три месяца, если вы помните, там, полгода, да, срок у кабинета, так вот, через три месяца, как там, раньше было принято сто дней, сто дней вряд ли. Сто дней, да, классно. Ну, Ну, девяносто. Может быть, какие-то. Вот, да, тогда, может быть, подвести какой-то итог. А что касается осторожного оптимизма, во-первых, да, действительно, есть, сохраняется эта проблема возможных внутренних противоречий, тем более, что они представляют разные структуры, разные видения, наверное, и у них есть, были споры, и будут споры, скорее всего. Но мне кажется, что какое-то время им надо будет сохранять все-таки лицо. Поэтому, может быть, какое-то время мы с вами еще и не увидим, да, того, что происходит между ними, я имею в виду какие-то противоречия. Это первое. Второе, ну, а как же по-другому учиться демократии, да, надо же учиться им как-то находить компромисс и договариваться. Вот, пока они договорились так. Посмотрим, как они будут дальше договариваться. Вот, ну, я здесь высказываю определенный осторожный оптимизм, предлагаю дать им время кредит доверия хотя бы на три месяца. По крайней мере, время им жить так или так, когда сюда демонов у них самих будет. Ну, да, посмотрим. Думаю, если, условно, через сто дней где-нибудь там в ноябре будет что-то про кабинет обсуждать, можно действительно собрать дискуссию, почему нет. Ну, а если не очень много что будет обсуждать, ну, думаю, на этот год, как минимум, этот вопрос затронем, потому что, в общем, событие такое не то, чтобы ежедневно на Беларуси случающиеся с кабинетом. Наверное, будет что-то обсудить. Антон, что у нас еще по вопросам? Да, вопрос. Вот Галина Кашевская задает вопрос Валерию Карбалевичу в чате. Может ли стратегия на проведение частых выборов в демократическое собрание, как собрание представителей граждан с любыми политическими взглядами и предпочтениями, выбить из-под ног Лукашенко табуретку гаранта оккупационного мира и усиливающей стагнации? Может ли стратегия на проведение такого собрания объединить граждан сильнее и быстрее, чем развенчание мифа гаранта мира и стабильности? Такой очень сложный вопрос, честно говоря. А что такое демократическое собрание? Вот у меня возникает вопрос. Давайте, раз вопрос задам, тогда дадим... Галерия, вы же задали вопрос, давайте тогда пока дадим Валерию ответить, но мы сами будем отвечать. Давайте пока Валерия ответит. Валерия попробует ответить, А можно я конкретизирую вопрос? Буквально свой вопрос. Галерия, давайте попробуем ответить, чтобы мы будем как-то подряд двигаться. Давайте попробуем, насколько вот такие, протопарламент, насколько это может стать каким-то ударом по системе или наоборот там больше сложности, чем возможности? я тоже не понимаю, о каком демократическом собрании речь идет. вот так структура, которая должна стать протопарламентом при офисе Тихановской, это координационный совет, команда Цепкала, какой-то свой парламент собирается избирать, Совет Республики, по-моему, называется. О чем идет речь? Это значит, что какой-то парламент в изгнании, парламент, который будет выбирать диаспора, или это парламент, который будут выбирать и граждане Беларуси на какой-то цифровой платформе, или речь идет об идее противопоставить диктатуре Лукашенко свободные демократические выборы в самой Беларуси? Ну, пока непонятно, о чем идет речь. Можно я тогда поясню все-таки? Можно? Вадим? Да, да, Калина. Значит, я тогда начну чуть издалека, но постараюсь быть краткой, Вадим. Главное не перебивать. Я постараюсь. Смотрите, я начну от результатов конференции. Что же дала интеллектуальная элита, как говорится? Есть такие у нас люди, которые, интеллектуалы, включая Мацкевича Владимира, которые давно, много лет призывают к проведению учредительного демократического собрания всех белорусов. То есть передать власть именно народу. Это, как говорится, куда могут быть честные выборы. Вот это собрание, конференция, которая была, она, на мой взгляд, все-таки то, что я читаю и обсуждаю на Фейсбуке, в группах вижу и так далее, она немножко, немножко, не то, что немножко, она все-таки повернула интеллектуалов против решений. Почему? Потому что такое впечатление, не то, что впечатление, а создается новая номенклатурная система, как кабинет в изгнании. То есть задают вопрос, где народ, где власть народа. То есть за народ вроде как опять собираются решать вопросы. Это первый вопрос. Что тревожит интеллектуалов? Я включаю, можете зайти, там есть курьер установочего схода и многие-многие люди, которые много лет об этом говорят. Второй момент. Что? У нас нет времени. Почему? Потому что те люди, которые активно поддерживали Светлану Тихановскую в 2020 году, я просто вот вижу, так сказать, читаю, они сейчас не дают даже две недели после этой конференции. Почему-то две недели и сказали, мы будем ждать, и потом будем очень активно выступать против. Почему? Потому что люди думают о политзаключенных. Каким образом будут освобождаться политзаключенные? Но сейчас я хочу вернуться. Это вот те риски, которые я вижу. И когда мы начинаем говорить, что будет делать кабинет, какие портфели, какие там люди, это, извините, опять начинается дележка портфелей и создание новой номенклатурной системы, против которой люди, граждане в Белоруссии, они будут соответственным образом думать. Мне интересно замечание Валерия, именно Валерия Карбалевича, который обратил внимание на вопрос объединения белорусов всех. Конференция прошла все-таки за рубежом, люди в Белоруссии остались, и 20-й год, который показал солидарность, мы к нему хотим вернуться. И тогда возникает вопрос все-таки. Движение к какой стратегии позволит объединить людей, направить их мысли на объединение вперед, к стратегии все-таки что? Либо новые авторитарные правительства, и там ясное дело будут говорить, о чем оно будет лучше, чем это авторитарное правительство. Либо это все-таки передача власти народу как демократическое собрание, назовите, я не знаю, как его назвать, демократическое собрание, всенародное собрание. То, что произошло во многих странах, тоже Норвегия, как она решала свои вопросы в свое время. Многие страны, возможно, прошли через это. Это лучше политологам известно. Поэтому здесь меня тревожит вопрос все-таки, каким образом не разъединять людей за рубежом и внутри страны, а внутри страны остались люди скорее такого, ну, среднего возраста. Либо это молодые, которые БРСМ поддерживают, извините, люди активные, они уехали, их вытеснили. Либо они сидят, понимаете? И тогда вопрос, как освобождать политзаключенных, а главное, как учесть их голоса и как объединить людей, которые остались внутри. Вот это видится, то, что обсуждается в этой группе «Курьер установчивого схода», это как последователи, продолжатели идеи Мацкевича Владимира. Все-таки, каким образом объединить людей, учесть мнение и решить эти вопросы. И самое главное достижение, обращаю внимание, на конференции все-таки и Латушка, и Лебедька, и даже передача полномочий, каких-то полномочий к Координационному совету к протопарламенту, этот разговор шел в контексте, как учесть голоса граждан, народа. Понимаете? Не делить, не решать за народ, а как народ учесть. Это все, что я хотела сказать, прокомментировать. Спасибо, я вас обещала. Не перебивать, 4-4 минуты было. Я закончила, спасибо. Народа, да. Илья Иванович, с учетом уточнения вопроса, есть еще что-то, что вы хотели бы тут дополнить? Ну, тут было поднято столько вопросов и проблем, что это еще на одну дискуссию. Я лишь хочу сказать, что Светлана Тихановская идею свободных и демократических выборов два года транслирует с момента протестов с 20-го года. Два года эту идею транслируют, два года транслируют внутрь Беларуси, два года призывает Лукашенко начать переговоры о реализации этой идеи. Поэтому тут ничего нового, никакой, так сказать, новации нет. Идея свободных выборов, она носится в воздухе и не снимается с повестки дня. Что касается идеи учредительного собрания, я так понимаю, что Москевич эту идею давно вынашивает, но как-то она большого энтузиазма не вызывает. Ну, то, что сама идея плохая, вопрос реализации, каким образом это можно реализовать в условиях режима, который стремительно эволюционирует в сторону тоталитаризма. Вот так я сказал. Да, спасибо. Спасибо, Игорь Иванович. Я бы тоже по этому вопросу хотел немножко добавить. Мне кажется, здесь два интересных момента. В первых, действительно, дискуссии про выборы, про то, как их по-разному можно еще провести. И, в принципе, на конференции тоже обсуждалось, идея вот типа распарламентов, как будет расширяться состав Координационного совета. Честно говоря, у меня, я видел там, что, мне кажется, возгласилось такое впечатление после панели с Павлом Либером, что как бы тоже они там с платформой, с правой Беларуси, они все это планируют расширять. Мне возгласилось довольно, может быть, моё суковое элитное скептическое впечатление по опыту голосования на платформе «Сход», которая когда-то тоже, можно вспомнить, планировалась как такой демократический ответ Всебелорусскому народному собранию. И вот было голосование в онлайне, были кандидаты. Но, в общем, в итоге, мало того, что они тогда не выбрали нужное количество, но в итоге, честно говоря, в общем, платформа «Сход» моему мнению, в общем, примерно ничем не отметилась, примерно ничего не сделала. Поэтому, по-многому было, конечно, связано с тем, кто пришел, как все это получилось. И поэтому, честно говоря, с учетом того, сколько прошло времени, с учетом того, насколько меньше этих результатов на конституционном референдуме присылали на платформу «Голос», вроде как ничего лучше, более верифицированная очень платформа «Голос» у нас, как бы, и нету. Но, в общем, в этом, честно говоря, довольно слабо верится, что сейчас всерьез можно будет в Беларуси провести какое-то голосование. И это все, конечно, натыкается на этот вопрос голосов людей в Беларуси, потому что тоже я вот довольно часто в последнее время слышу такие как бы две позиции. С одной стороны, значит, вот там, значит, миграция, политики, там, оторвались люди в Беларуси, они как бы не слышат, не слышат голос из Беларуси. Это, в общем, понятная, правильная позиция, его важно слышать. Но в то же время, в то же время, находясь в Беларуси, люди сами тут же говорят, собственно, вы же понимаете, все опасно, поэтому мы говорить ничего не будем, заявлять ничего не будем, сказать ничего не можем. И в этом смысле это тоже все можно понять, но в итоге получается ситуация, когда, конечно, за людей в Беларуси, но за них же никто других не сможет сказать. Те, кто не в Беларуси, не смогут за них высказаться, это всегда вопрос такого самостоятельного действия. В этом смысле, поэтому я не представляю, как, собственно, можно будет создать какую-то платформу, которая будет выражать голоса людей в Беларуси, если они сами не готовы, собственно, эти голоса подавать. Это, опять же, не вопрос вины или не вины, а вопрос того, что просто, мне кажется, не очень реалистично и сейчас это создать. А отсюда, да, отсюда, как бы, очевидно, почему конференция была представителем больше диаспор. Ну, да, потому что, не потому что уже белорусам запрещали, да, потому что, правда, сложно доехать до Бильнюса, а еще и показаться перед камерой, а потом вернуться в Беларусь и оказаться перед другой камерой. В общем, понятно, почему страшно. И поэтому, мне кажется, я не очень представляю, что могли бы такого сделать организаторы, чтобы каким-то образом вот эту проблему решить. Я хотел добавить сейчас Роза Рукаевич по этому вопросу. У нас потом там еще были тоже комментарии, вопросы. Да, по этому вопросу насчет координационного совета. Насколько я понимаю, где-то к первому сентября будет представлено, как это там сказать, вот этот план трансформации координационного совета. Посмотрим, что они будут предлагать. Но вообще вот эта проблема представительности, инклюзивности, она так или иначе осознается. И, кстати говоря, это очень активно обсуждалось на конференции. И предлагались разные варианты. Но самая главная проблема это то, что действительно то, о чем говорил Вадим, общество, в обществе в самом так велик страх, что вопрос заключается в том, как же они будут участвовать в голосовании, как же им обеспечить безопасность, чтобы они наконец смогли участвовать в голосовании. Дело не в том, что им это не предоставляется, эта возможность, а дело в том, что вот эта проблема, связанная со страхом и с предоставлением гарантии безопасности через вот этот ID. Вот он как раз этот вопрос там и обсуждался. По-моему, достаточно трезвые оценки давались. Вот на этой как раз панели, где выступали наши эти самые ребята, айтишники, не только айтишники, там, Либер выступал, там, киберпартизаны выступали, они все очень хорошо все это понимают, и настроение в обществе, и связь у них с землей лучше даже, чем там у нас, у всех вместе взятых, они поддерживают это. Поэтому, ну да, есть этот момент, и есть эта проблема, и я думаю, что она осознается здесь весьма хорошо, в том числе и Светлана Тихановская. Спасибо. Спасибо большое. У нас еще рука была поднята у пользователя с никнеймом Андрея, я подожду, что это Андрей Лаврухин. Андрей, вы правильно, правильно подозреваете. Добрый вечер. Я прошу прощения, поскольку, да, не буду включать видео, может быть, я так скажу, если... Мне кажется, я не знаю, когда вот предыдущая спикерка говорила об интеллектуальном, которые, значит, на фильме по получению плитков, не знаю, о ком идет речь, значит, но у меня есть твердое убеждение, что в нынешней ситуации без институтов, которые именно такие, бюрократические институты в диаспорах за рубежом, никаких шансов выиграть на долгих дистанциях у демократического движения нет и быть не нужно. И это вот второй момент, то есть вот эти, так сказать, критические замечания, мне кажется, исходят из каких-то благих ожиданий, что это возможно в быстрое время, и это как-то быстро завершится. Но эта исходная предпосылка очень сомнительная, и поэтому речь идет все-таки о долгом периоде времени. Насколько долгим он будет, это, конечно, открытый вопрос, но то, что степень ответственности и успешности зависит от того, насколько успешно будут созданы именно такие институты, как сейчас он имеет название «Кабинет», это вопрос такой, название вообще-то 50-е, как его назвать. Хотя, с точки зрения имиджа, может, играет такой роль, но это речный вопрос. Вот такой первый и второй. Действительно, то, о чем многие говорили, проблема в том, что у нас два мира материковой Беларуси, диспоральной расходятся, они дальше будут расходиться, безусловно. как раз таки, вот такая институциональное закрепление продемократических сил будет способно вести вот такую методичную и согласованную работу. И если она будет проводиться и будет успешно проводиться, то тогда вот это расхождение двух миров можно минимизировать. А если оно будет происходить в надежде на какие-то значит, столики забитые, задавленные, загнанные под ковер, это так, это нужно признать, остатки гражданского общества Беларуси, то этот конец будет у демократического движения гораздо более быстрый и драматический, чем в отсутствии этих институтов. Вот это, мне кажется, важно всем интеллектуалам или кого-то, о котором говорила спикерта, принимать в расчет, когда выскажутся такие тезисы и критиков вас такие тезисы. Спасибо. Да, спасибо, Андрей. Ну что, может быть, раунд завершающих тезисов от наших спикеров, что-то еще вы хотите добавить? Ну да, может быть, как-то по поводу трезисы меры по двух лет, потому что в конце, конечно, мы неизбежно много углубились в обсуждении конференции, кабинета, но заказовка в скорбе не была важна конференция, но это все-таки лишь одно из событий само по себе. Если менее два года прошли, какие-то, я не знаю, промежуточные итоги, есть у нас по поводу двух лет, что хотелось бы режимировать? Андрей, Валерий, Роза, Попробуй снова по порядку. Пару слов скажу. Наверное, основной итог в том, что та система авторитарная, которая существовала в Беларуси практически весь период независимости, где-то с 1996 года до 2020, она все-таки была разрушена в 2020 году. Ну, конечно, какие-то остатки и есть, сам Лукашенко, конечно же, остался, но возвращение к предыдущему состоянию, к предыдущему, скажем так, консенсусу социальному и какой-то такой стабильности не произошло. И сейчас мы переживаем уже два года процесс поиска какого-то нового баланса, какой-то новой системы, которая могла бы заменить ту старую. Мы видим радикализацию в принципе властей, в их риторике, в их внешней политике и так далее. Но мы не видим стабильности и устойчивости. Ну, я опять же говорю не про личности, потому что на этом, как правило, концентрируется, но на институтах, скажем там, что касается внешней политики, что касается общественных организаций, в широком смысле этого слова, что касается бюрократии, бизнеса, везде до сих пор происходят такие серьезные перестановки. И вот хотя два года прошло, мне, по крайней мере, сложно видеть и предсказать, каким будет этот баланс. мы в какой-то степени находимся внутри этого шторма, и он как-то очень сильно затягивается. Мне кажется, вот это основное, что можно сделать, какой вывод можно сделать, анализируя последние два года. причем, конечно, это было для всех как-то неожиданно, так как большинство все-таки предполагало, что будет победа либо в эту сторону, либо в ту сторону, но пока, наверное, в полной мере о таком мы говорить не можем. соответственно, открывает большие риски для страны и большие вызовы для всех, причем, политических субъектов и власти, и для демократических сил, но при этом оставляет и возможности для всех альтернативных сил. Все, Да, Андрей, спасибо. Я даже не могу не согласиться, в принципе, уже это покажется, что с началом войны в Украине, что мы, в общем, уже увидели реализацию нехудших рисков, но как-то всегда можно вспомнить, что вообще-то есть еще, куда и дальше риски реализовывать, они сохраняются, сложности есть, ситуация зависшего кризиса, она очень рискована для страны, действительно. Валерий? Самый главный тезис, который я хочу сказать, это то, что фактор оппозиции, он сегодня не является главным в плане влияния на процессы внутри Беларуси и вообще на, скажем так, перспективу и судьбу Беларуси. Есть другие факторы гораздо более важные, которые влияют на это, это прежде всего геополитический фактор, война в Украине, второй по важности фактор, это экономические, социально-экономические процессы внутри Беларуси, куда они приведут и к каким последствиям, вот, поэтому мне думается, что надо изучать именно эти главные факторы, а роль оппозиции, она, скажем так, несколько подчиненная по отношению к этим главным факторам. Второй тезис, совсем короткий и маленький, вот тут проблему, которую сформулировал Юрий Дракохруст, я бы сформулировал еще более коротко. Сыграет ли Павел Латушка в объединенном переходном кабинете ту роль, которую сыграла Юлия Тимошенко в команде Виктора Ющенко после победы помаранчевой революции после первого Майдана? Да, это тот вопрос, от которого зависит устойчивость кабинета. Я могу с этим согласиться. Спасибо. Валерий Иванович, Роза. Сложно уже после двух предыдущих спикеров что-то такое оригинальное сказать, но просто для себя наверное отмечу. Во-первых, 20-й год это начало на самом деле социальной мобилизации, мобилизация, которая на самом деле продолжается. Но она по-другому сейчас может выражаться в частности например в массовой миграции сегодня. Это вообще кстати говоря отдельный разговор, отдельный вопрос и отдельный фактор. Это вопрос о факторах. Второе это конечно что касается войны и как она скажется на Беларуси, так это открытый вопрос все еще на самом деле. какова будет степень участия потому что не все и не всегда зависит от Лукашенко и от того что он делает. Очень многое будет зависеть вообще от обстоятельств воли Кремля и хода войны. И отсюда будет определяться кстати говоря дальнейшая судьба Беларусы. Здесь только остается наверное Богу молиться чтобы не произошел самый страшный сценарий. То есть перевовлечение территории Беларуси в театр военных действий. Я бы не стала сбрасывать это со счетов. Хотя все еще продолжаю считать что это не столь вероятный сценарий. Но его не стоит сбрасывать со счетов. И исходя из этого я еще хочу сказать еще один момент о чем Андрей тоже говорил. Что несмотря на жесткость и жестокость управления сегодня политического управления внутри страны выглядит это управление хрупким. Потому что опирается непонятно на что. То есть непонятно какова социальная база. Отсюда мне кажется и проблема вот этой неустойчивости и неуверенности на самом деле выражающейся в репрессиях и продолжении преследований не только гражданского общества еще раз повторюсь но и собственно говоря сам ну так видимо активных граждан страны которых там из госсектора увольняют запрет на профессию и прочее то есть вот эта атмосфера страха это атмосфера страха в первую очередь которая царит наверху вот и что касается оппозиционных демократических сил возможно их роль невелика на процессе которые происходят внутри общества но их модель поведения их пример их возможности помогать белорусам хотя бы тем которые сбегают из страны имеет огромное значение как пример как модель будущего я не знаю возможно более демократичного и гуманного управления страной вот это очень важно но и то о чем говорил Валерий я думаю что мы все с вами так или иначе это видим и чувствуем но не можем измерить это социально-экономическая ситуация в Беларуси которая на сегодняшний день стремительно ухудшается но мы не можем даже это измерить потому что даже государственная статистика даже примерные цифры не могут отразить вот этой глубины падения экономики Беларуси и ухудшения положения белорусов простых белорусов которые на себе это начинают ощущать сегодня все сильнее и это давление оно не смягчается оно наоборот усиливается мне кажется что вот этот последний фактор связанный и по хорошей марксистской традиции социально-экономический фактор мне кажется может сыграть такую весьма неожиданную роль хотя опять-таки рассчитывая на бунт там голодные бунты я бы не стала но тем не менее вот в этой в этой совокупности факторов каждый из которых является весьма неопределенным за исключением тех где собственно действуют политические акторы вот этот фактор является на мой взгляд очень важным на него надо обращать все больше и больше внимания мне кажется особенно вот к осени к осени и к зиме спасибо спасибо большое действительно вот этот фактор стали экономическим потому что сегодня Андрей по-моему вначале упоминал протесты по Тунецке 2017 года и с одной стороны тоже очень были не те протесты которые все как-то в таком формате ожидали и они вроде бы не то чтобы там привели к каким-то кардинальным политическим изменениям но в то же время многие важные традиции и такие как возможность протеста вообще в новых городах не самая характерная для Беларуси и вот эту привычку не сдать политика по самоорганизовываться и популярность ютуб-блогеров в котором вырос Тихановский а это в общем стекла что на 2017 год он тоже зарыл поэтому действительно будет интересно за всем этим следить и обязательно будем и в том числе в формате экспертно-аналитических клубов я бы наверное напоследок еще хотел помимо того что всех поблагодарить за сегодняшнее участие за наши дискуссии я бы сделал такой небольшой пока еще закрытый анонс что я думаю о дискуссии в том числе и про белорусское общество и процессы в нем и про экономику но в том числе и про внешнюю политику мы это еще все обязательно продолжим потому что я думаю уже скажем так в ближайшие недели нас ждет презентация белорусского ежегодника за прошлый год и там мы тоже все это обсудим так что презентация ежегодника обязательно будет и обязательно думаю анонс точной даты уже в ближайшее время у нас появится поэтому всех ждем и приглашаем Антон хотел бы ты может еще что-то добавить напоследок да я бы хотел добавить что свободу по моменту здесь Владимиру Маскевичу свободу соорганизаторки экспертно-аналитических клубов Валерии Костюговой и свободу всем политическим заключенным кроме этого я хотел бы добавить что если вы смотрите это видео на ютубе то пожалуйста подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте на этом пожалуй все и до скорого до новых встреч до новых встреч действительно призываю всех активно комментировать что вот мы сделали дискуссию про Узбекистан сюда пришло очень много узбекских зрителей очень активно прокомментировали и завели очень активную дискуссию поэтому я призываю всех белорусов тоже не забывать мы же в конце концов не менее активны чем узбеки так что всем до дискуссии и в комментариях на ютубе и в экспертно-аналитическом откуда счастливо